Маков.нет. Максимальные скидки только для подписчиков AppleInsider.ru Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Егор, вы смотрите видео на канале AppleInsider.ru Настала наконец-таки эра умных часов, и вот как раз одни из таких умных часиков вы сегодня сможете увидеть у нас в видеообзоре. Эти часики от фирмы Casio. И, кстати, в ваших же интересах досмотреть это видео до конца, потому что мы расскажем, как вы сможете их выиграть. Субтитры сделал DimaTorzok B1004, который имеет темный черно-оранжевый дизайн. Также есть и модель 1001, выполненная в черно-сером цвете с некоторыми зелеными надписями. Несмотря на свой спортивный стиль и нынешнюю моду на флюоресцент, цвета абсолютно не пестрые и сдержанные. На этой модели нет никаких визуальных нагромождений, как на многих часах из серии G-SHOP. Все просто и понятно. Начнем с коробки и комплектации. Сама коробка максимально простая, а в комплекте есть только неудобные и несодержательные инструкции, ну и сам пластмассовый футляр с часами. С коробкой и комплектацией закончили. Корпус закреплен достаточно брутальными шестигранными болтиками, которые не могут не броситься в глаза. Пластик у корпуса матовый и весьма приятный на ощупь. Хотя постоянно щупать часики не придется, так что это маловажно. Но все равно хорошо, что оно так. Экран защищает прочное и толстое стекло, диаметр которого не так велик. На практике это даже хорошо, меньше шансов будет его поцарапать, но полезного пространства экрана на часах все равно достаточно не хватает. Ремешки резиновые, ничем не отличаются от ремешков на других моделях. Крепятся они на штифты, которые сзади отчасти прикрыты пластинами. Теперь поговорим о практичности этих часов. Первое, что абсолютно в них не понравилось, кнопки нажимаются с трудом. Возможно, оно специально так сделано, поскольку часы предназначены для занятий спортом и случайное нажатие будет весьма не кстати. Но факт остается фактом. В повседневном использовании управлять часами весьма тяжело. Второй минус заключается в ремешке. Мужболь, но он длинный и задний кончик попросту неказисто выпирает. Но этому наверняка тоже есть объяснение. Спортсмены, они разные бывают. Хотя сидят на руке часы очень комфортно, тут ничего не скажешь. По всему периметру ремешка сделаны специальные выемки, чтобы кожа свободно могла дышать. Вес данных часов 55 грамм. Очень легкие и удобные такие спортивные часики. Подсветка работает очень точно и хорошо. При повороте часов к себе лицевой стороной она незамедлительно активируется и горит в течение двух секунд. Батарейка в данном гаджете отдельная песня. Таблетка типа CR2032 способна прослужить в данной модели до двух лет. И это не шутки. Заряжать часы не придется. Мало того, есть и соответствующий режим экономии энергии. При его включении синхронизация с устройством посредством Bluetooth 4-й версии происходит лишь через определенный промежуток времени. Перейдем к их функциональности. Умными часами данный гаджет назвать весьма сложно, но что-то от этой категории устройств есть. Как мы уже говорили ранее, STB1000 – спортивные часы, что подразумевает наличие встроенного секундомера и таймера. Переключение между режимами осуществляется нажатием кнопки Mode. Встроенная память часов рассчитана максимум на 120 кругов, которые вы пробежите, пройдете или проедете. Также, разумеется, в них есть и будильник. Настраивать тип оповещений можно только из приложения, которое нужно будет скачать с App Store. Также оттуда можно задать время будильникам. Хочу заметить, что настроить будильник можно непосредственно из самих часов. Кстати, есть возможность посмотреть и международное время. Для этого нужно выбрать соответствующий раздел и выбрать город нажатием на центральную кнопку Power. Для чего же все-таки нужен Bluetooth в данных часах? Во-первых, при привязке часов к смартфону можно управлять воспроизведением музыки и громкостью. Левая пара кнопок отвечает за громкость, а правая за переключение треков. Как вы уже, наверное, могли догадаться, кнопка Power выполняет функции Start и Stop. Во-вторых, это синхронизация ваших спортивных результатов. Для этого нужно скачать из App Store определенные приложения, которых пока, к сожалению, нет, но вскоре они обязательно появятся. Скорее всего, это будут уже привычные всем нам фитнес-трекинговые системы. Ну и, конечно же, уведомления. Они отображаются на небольшом оранжевом участке экрана справа. Часы умеют вибрировать и пищать, когда вам звонят, пишут смс и так далее. Пуш-уведомления считываются абсолютно все. Но следить за тем, что же нам пришло, весьма неудобно, так как текст крутится слишком медленно, а области для вывода информации очень мало. Да и русский текст часы в упор видеть не хотят. Отображается как Social Network, что в переводе – социальная сеть. И все тут. Сигнал и вибрации при новых уведомлениях настроить можно также из приложения. Кстати, если вы где-то поблизости посеяли свой iPhone, его можно найти с помощью кнопки Find, что тоже весьма удобно. Единственное, что хочу заметить, работают все эти фишки достаточно вяло и не всегда. Например, в нашем случае кнопка Find не работала вообще. Да и чтобы разобраться во всех этих фишках и как ими управлять, используя всего пять кнопок, нужно потратить как минимум сутки. Нам кажется, что можно было бы реализовать это как-то проще. Подведем небольшой итог. Работает данный гаджет с айфонами не старше 4S, так как только в 4S была введена поддержка Bluetooth 4.0. Стоимость данных часов колеблется в районе 100 долларов, и для занятия спортом они подойдут весьма и весьма кстати. Но для любителей покрасоваться спортивным стилем или просто тем, кому нужна функциональность, рекомендуем посмотреть гаджеты покруче. Благо, таких сейчас много. Но несмотря на все недостатки, Casio – отличный японский бренд, и STB1000 – отличный выбор для фанатов данной фирмы. Ну и, конечно же, для того, чтобы выиграть эти часики, вы можете пройти по ссылке на, собственно, сайт appleinsider.ru, найти пост с этими часами, там, где, собственно, будет данный видеообзор, и прочитать условия, как вы можете их выиграть. Ну, на этом у нас, собственно, все. Ставьте обязательно лайки под видео, подписывайтесь на канал, оставляйте отзывы в комментариях об этих часах, и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok